Сказал, мы сейчас только беседовали с ним. Я им говорю, вот сидят трое. Я говорю, а вы зачем? Ну, вот это, ну, поговорить. Я говорю, по-русски-то не можешь говорить, поговорить. А я скажу, зачем? А зачем? Я говорю, я им показываю всем вот так вот. Я говорю, видите, я пришел сюда, чтобы возвестить волю Божию, Христову. А мы верим другу. Я говорю, может, ты веришь по этой книге? Считай, что написано. Двести пятьдесят человек, ни один не мог просчитать. Но дело не в этом. Я говорю, у тебя дома разрешается иметь четыре жены, за каждую колым надо платить? Ну да, ну да. А здесь, я говорю, сорок четыре голые даром. И вот вы южные жеребцы на северных кобылах пашите тут. Чего смеешься-то? Молодец, удалый. Нормально все, да? Да. Все хорошо у вас? Надо любить Бога. Мы пришли сюда, в это место разврата. Нигде такого нету в интернете, как вот сейчас рулетка. Чтобы людям сказать, что ждет за это. Суд Божий. Блудники, прелюбодеи, изменники, они будут мучиться сатаной в озере Огненном, где плащ искрежет зубов. Как только скажу это, сразу отключаются. Не нравится. Я говорю, так мы пришли сказать, что Иисус за нас умер, воскрес, чтобы верой в Него получили прощение, жили по Его заповедям. Женщины тут тетьками трясут. Мужики половина, наверное, анонизмом занимаются. Ужас какой-то. Ну да, есть такое. Есть такая погрешность. А я говорю, а кто его эту рулетку-то создал-то? Никто не знает. Я говорю, если не знаешь, запиши. 15-летний мальчишка, двоечник, Андрей Терновский. Он говорит, экзамены мне не сдать. Я стал думать. Ну, сначала-то она не такая была маленькая. А потом дальше он довел. И быстро сделался миллионером. И в Америке на Лазурном берегу. А интервью не дает. Он даже разговаривать толком не умеет. Но, а чем хорошо это? Почему? Вот блудят, везде запрещают. Там в Ютубе один такой кадр тебя сразу зарубят, не посмотрят. А здесь разрешают. Властям выгодно. Эти люди, блудники, они в обморок падают от женского запаха, зловония. И поэтому голосовать на площади, митинговать там с Навальным, они не пойдут. А властям лишь бы подыхайте вы, кому вы нужны. Правильно, правильно. И вот из этой жизни устроили тюремную парашу. Ну, да. Ничего сказать. Правильно. Вот мы строим православную деревню. Такая деревня одна, говорит, на весь Советский Союз. Здесь нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Тогда первый разговор ведем с ним. Вы правильно все говорите. Да. И у нас нету, я говорю, ни абортов нету, ни предохранительных. Ничего этого нету, ни разводов. Почему? Вот мне Господь Бог позволил создать детский лагерь, православный. И я начальник его 45 лет. Еще три года в ином формате теперь он. 48. Ни одного больного, ни одного утонувшего, ни сгоревшего. Больной приезжает, уедет здоровый. Как это? Бог. Господь делает это. И государство ни рубля не дало, только гнобили, давили, преследовали. И ничего не могли сделать. Я возвращался из лагеря, подавал в суд, и все процессы выиграны. Потому что они лгали. Им надо доказать. А доказать не еще. Они начинают в суде доказывать, какой я плохой. Ну, если сказать, я плохой, тогда и лагерь не худышный. Я говорю, вы знаете, что у меня дети за 45 лет, мальчик не имеет пальцем права коснуться девочки. Чтобы они были целомудренные, как было, на чем строилась Россия. Если материться, у меня физическое наказание было. Я ему крапиву покажу. Так родители приезжают на радиостудии, заказывают песнопение за то, что с детьми, внуками так хорошо было. Понятно. Вот у нас была миссионерская поездка. У меня вышло из печати 38 томов книг. Я долго преподавал, вел занятия в пяти университетах, в 13 школах, во всех отделах милиции. И три радиопрограммы. Грехи людей и воскрес. И ждет, чтобы мы покаялись и больше этого не делали. И он дарует спасение, прощение, какой бы ты ни был преступник. Вера во Христа ощущает человека. Дает ему новое рождение духовное. Исполняет силою, уверенностью в завершеннем дне. Что делать надо? Как? Что делать надо? Делать надо. Принять веру Иисуса Христа. Что сознаться, что я грешник, я погибший, и меня никто не спасет. Господи, прости меня грешного. Я обещаюсь больше этого не делать. Дай мне силу бороться с грехом. Больше ничего не надо. Не надо. А теперь твори добрые дела. Подавай милостыню. Пастись. Заступайся за обижаемого. Ну, Господь скажет, в этой книге написано все. Это жизнь, мир и любви. Делают. Вот сегодня официально написано 86,5% разводов в первые три года. Это какими эгоистами надо быть? Ну, вот как-то берут интервью. Старенький уже по 92 года, кажется. И бабушки. А как вы так могли? Так столько времени. А вы, дед, наверное, изменял. Он говорит, никогда. И ты бабу взял, девушка была? Да, девушка. А почему? Он говорит, знаете, дети. Мы жили в то время, когда старые вещи не выбрасывали, а ремонтировали. Поняли? Она не такая жена. А ты эту голубку-приголубь. Научи ее слушаться. Не будь подкаблучником. Бороду отпусти, чтобы видно было, что твой знак на тебе. Чтобы она тебя боялась и любила. Она знала. Это скала. Вы же знаете, мы мусульмане просто. Ну, так что, мусульманам нельзя разве Библию смотреть? Мы были, у Мулы ночевали, когда в миссионерской поездке-то. А у них Библия лежит, считают. Что ты уж такой-то прям придуряешься. Показал Библию, упал. Ну, еще лучше. Нет, да, это просто другой вопрос. Ну, а ты мусульманин. Ты мусульманин. Так эту книгу ты считаешь? Нет. Ты и Коран не считаешь? И, значит, по-арабски не знаешь, да? Ну, а какой же ты мусульманин? Любой мусульманин скажет, ты никакой. Мошенник. Ну, как ваше дело? Я просто хочу уточнить. Да какие дела? Я отвечаю. Смотрите внимательно, слушайте. Кто смотрит в эту книгу и исполняет, у того дела идут вверх. А кто не считает, у того дела идут вниз. Он руководится демонами. У него все из рук валится. Он никому не нужен. А вам сколько лет? А что это вам даст, сколько лет? Я врач для вас. Меня Бог послал сюда. А вы больные люди. И врача не спрашивают, сколько. А нуждаетесь, я вам отвечу. Я нахожусь в городе Барнауль, Алтайский край. Православный проповедник. Игнатий Тихонович Лапкин. Мне 81-й год. Еще что сказать? Вы изменились? Изменились. Ну, что? Притом ни одного слова лживого нету. Мы христиане. У нас ложь, смертный грех. Чего ты так себя поставил-то, мужик? Ты бороду не брей. Сначала первое. И у тебя маленько начнет сбегаться. Начни молиться, Господи. Избавь меня от духа лжи. Правильно говорите. А как же вы себя мусульманином считаете? А в мещеть-то ходите? Не, я давно сейчас в Москве. А там же большая мещеть есть. Там Путин открывал ее был. Да, конечно, просто сейчас доставка, работа и еда. Ну, как? Вот я куда бы ни пошел, меня за слово Божие сажали в тюрьме. А со мной всегда была и Библия, и Новый Завет отдельно. А как же, так на свободе не считаете? Это непонятно. Вы не можете свою веру защитить. Мне-то все равно, как вы верите-то, но... А в то же время и не все равно. Без Христа человек ни в какой религии не спасется. Мы не религию проповедуем, а что написано в Святой Библии. Иисус умер за нас. Нет, такое же слово есть. Бог один. Бог один в трех лицах. Вы этого не знаете. Бог отец, Бог сын, Бог дух святой. И три сущи едины. Единобожия. Вы такую книгу имели? Конечно. Она мне есть дома. Все написано? Библия. Библия. Так. А такая книга у вас есть? Конечно, есть Коран. А такая... Что написано? Считай. Я что знаю? Я что похожа? Ну. Мы пришли сюда для того, чтобы людям рассказать о Христе. Спасителе, который умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. И только в нем, во Христе мы получаем спасение. Он взял наши грехи на себя. Сейчас отключит она его. Смотри. Я знаю, что тебя найдем. Ну, как? Вы говорите. Откуда вы ищи? Да. Для тебя не видно. Да. Кружку видно. Да. Скажи, пожалуйста, как это там? А ты говоришь? Скажи. Извините, пожалуйста, это мы. Мы просто вас случайно перериснули. Вы вас нашли опять по ленте. Так, понимаете. То ли далеко микрофон, я не совсем слышу. Повторите. Мы вас нашли. Мы просто с вами уже были сейчас на связи. Ну, минут пять назад, семь максимум. Я понял. Но вы заходили на наш YouTube? Заходили? И стали, ну, обратно нашли, в общем. На YouTube нашли, нет? На YouTube нет. Здесь. Я вас спрашиваю, а просто, что, допустим, да? Вот это слово непонятное. Какого не было со мной? А сейчас, короче, частые отдыхи. Это меня пугает. Как вы думаете, что мне с этим надо делать? Что мне надо с этим делать? Как мне с этим справиться? Видите, вы спрашиваете, а делать не будете. А почему вы так считаете? Ну, я вы уже так чувствую. Не будете делать. Я могу сказать, но только это зряшно все для вас. Сейчас скажите, скажите, вы можете больше никогда без платка не появляться нигде? Без платка? Да, быть в платке. В платке нет, нет. Все. А я же многого и не говорю вам. Только одно, и уже не можете. А женщина, молящаяся с непокрытой головой, постыжает свою голову. А молиться мы должны постоянно. Ногти не отращивать. Ногти не отращивать. Ногти не отращивать и не красить. Это да. Я вам отвечаю. Не отращивайте. Ногти не отращивать и не красить. Вы же можете это сделать. Сегодня же от встречи. Сейчас. Я у вас спросила другой вопрос. Э, нет. Вы хотите, чтобы я под язык, говорится, запустил кого-то к себе? Этого не будет. Я проповедник. Я обязан сказать то, что вижу. И что Господь говорит мне. И это лекарство очень лёгкое для вас. Да это понятно, что я могу ходить без ногтей. Ну, видите, как вы уже... Это всё понятно. Вы уже отрицательно... Мне не сложно. Вы отрицательно... Да, вот три дня всего лишь с ногтями. До этого я ходила, и так я и ходила с такими ногтями, как вы о чём говорите. Видите, вы уже меня упрекаете, всё. А я же сказал, вы не примете. Я же сказал, вы не примете, это уже видно. Ну, мужик, который курит, я говорю, первым делом бросить курить. Я не могу, да как ещё тогда меня искушаешь? Скажите, пожалуйста, вот если мать прокляла ребёнка, когда она родилась, это проклятие будет всю жизнь идти? Нет. Незаслуженное проклятие, как воробей, спорхнёт и улетит. И пойдёт на волосатое племя тема беззаконника. Вы понимаете, как получилось? Тётя приезжает, а я родилась с врождённым по рукам сердца. Ну, и тётя маме... Вы покажите лицо, разговаривайте. Я не могу разговаривать, когда тут чёрное пятно. У нас не положено так. Мы открытые лицом, я перед вами открытый, вот всё. А, ну, нет, я просто... Понимаете, я плохо просто слышу, поэтому я... Нет, 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 чтобы видно было. Тогда я буду отвечать вам. Я просто плохо слышу, понимаете? У меня одной перепонки нету, второе ухо плохо слышит. Почему я поднесла ухо, чтобы слышать нормально? Я тоже плохо слышу. Я тоже приезжаю в роддом, как раз, когда я родилась. И она говорит, ну, Таня, ну, что делать? Муж просперебёт она с врождённым по рукам сердца. Мол, а она стоит и говорит, лучше бы она умерла, освободила бы меня и себя. И вот тётя Валя говорит, что это было проклятие для меня. Это не проклятие, это не проклятие, не выдумывайте. Проклятия не было. Проклятия? Живи свободно и молись. Чё вы над чём попало, думаете? Нет проклятия. Вам надо рано вставать, молиться. Вставай не позже пяти часов. А я так и делаю. Я вот по утрам встаю и молюсь. Правильно. Если я не устал встать на ноги, я сразу стою на колени и молюсь. Молодец. Не позже пяти часов утра? Посты соблюдайте, посты соблюдайте, как положено. Ходи наиспать к батюшке. Я не могу ходить. Я плохо слышу, плохо вижу и плохо хожу. Ну, надо призовите его. Это тоже можно сделать. У нас просто церковь далеко, я не могу дойти. Понимаете? Я сказал, батюшку пригласите. Там придётся машину оплатить, там всё. Раз он тратится на это. Да если было бы оплачено, понимаете? Это не выйдёт толп. Просто вот это как... Так, вы уже на одном... Я ответил, больше... Идёт. Больше... Жизнь повезла. Больше. Соответственно, в интернате. Больше не повторяйте. Я вам ответил. Я ответил уже. Всё. Другого ответа не будет. Так, всё, пока. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова